друзья привет сегодня был день закупа вот перед этим хорошо в сентябре мы разгрузились вот с потихонечку маличку закупаемся но очень там аккуратно сегодня добирал тмк там других компаний некоторых добирал в общем день закупа был почему я покупаю вот так вот аккуратно и распродаю помните в сентябре да вот начался хороший рост я чуть-чуть продал ты пишешь я там всего распродал сижу на заборе зачем а если дальше рост нельзя взять полностью взять распродать дальше пойдет рост че будешь дороже покупать еще чуть-чуть еще ищущий сейчас идет потихонечку откат я опять потихонечку 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 сейчас добираю ну основная покупка была тмк ну и так по мелочи и вот вы пишете сколько у тебя типа комиссии выходит за год друзья мы вот есть стратегии допустим вот сегодня у меня была консультация человек пришел у него портфель там около десяти миллионов и он говорит антон я говорит за год вот так вот порадовался что у меня плюс 2 миллиона и и теперь теперь грущу что мне минус 700 понимаете да он не заплатил никаких комиссий но он нифига не заработал только минус порадовался погрустил шею только прокачал понимаете лучше заплатить какую-то комиссию на денег заработать чем просто так вот смотреть как вы потерь вверх-вниз вверх-вниз тем более комиссию комиссии ну допустим сегодня вот допустим сегодня ну вот screen посмотрите прикреплю здесь покупка тмк 31000 комиссии 15 рублей но я иду хорошими большими шагами вы же смотрите вы же смотрите блок я же не постфактум говорю смотрели я заработал я купил сказал купил когда я не знаю когда я продам потом продал сказал вы же видите шаги большие по 10 процентов а 15 по 7 процентов бывает бывает там больше там когда рынок очень сильно гуляет два чуть меньше ну среднем около там десяти процентов шаги большие реально там ну и больше поменьше больше побольше ну вот потом к допустим 9 процентов до купил ниже я же вам вчера я уже он говорил помните буквально в пятницу я продал тмк говорил говорил сегодня говорю я купил тмк говорю говорю вы же можете между купил и продал как как-то вот считать ну вот примерно но это маленьк закупь сегодня потому что я хорошо по ней распродался бывает а закупал вообще по хорошему такие папа больше по 50 тысяч среднем этом компании по 5 там в день покупаю продаю вот ну вот и считаете грубо говоря там на 200 тысяч купил на 200 тысяч продал вот с 30000 15 рублей куда допустим у даже вот на примере этой на примере одной компании с 30 тысяч грубо говоря 15 рублей комиссии на 10 процентов дороже продал сколько заработал 3000 комиссии сколько заплатил 15 плюс 15 30 рублей с трех тысяч 30 рублей можно заплатить не обеднеешь а просто сидеть смотреть на твой портфель растет упадает растет упадает и чё толку толку просто так на это смотреть комиссии ты не заплатишь конечно ты молодец ты на комиссиях сэкономил но ты нифига не заработал кирилла давайте к вашим вопросам по какой цене ты бы стал покупать яндекс да честно говоря бы немножко уже бы взял видите о чем вообще блок это не только про то какие компании упа не только там когда продаю когда покупаю не только про освещаю вообще почему мы их покупают да то есть она анализ компании суть то в общем в общем понять стратегию понимаете в общем стратегию парк пар понять и дело не только в том и по яндекс допустим уже можно было купить но я не могу купить может вы можете купить почему я не могу купить потому что у меня уже куплено дофига чего яндекс данную не влезает уже понимаете а у вас допустим кэш и много вам можно покупать то есть не только не И не только по цене дело. Уже по цене интересная цена на Яндекс. Что скажешь про ФКС-система? Вниз до 14 или же вверх пойдет еще? А вы почему разделяете систему отдельно от рынка? Рынок вниз пойдет, система пойдет вниз. Рынок вверх пойдет, система пойдет вверх. Все просто. Что бы вы там не чертили по каждому имитенту отдельно. Но все, по сути дела, гуляет вместе с рынком. И наша задача просто рассчитать разрыв между тем, насколько компания должна упасть и насколько она упала. Есть падение вместе с рынком. Допустим, есть падение на каких-то новостях, на каких-то фактах. И вы должны анализировать. Все, плюс, это плюс, это плюс, это плюс. А это так влияет на компанию? Это так, допустим, какие-то там по ЮГК, закрыли шахты на 90 суток, постановление. Так, вы считаете, сколько шахт закрыли? Какой процент это от добычи относительно всей? 90 суток, сколько это относительно годовой добычи? Считаете разрыв, ну, к примеру, или, ну, самое легкое, это, допустим, корреляция с товаром, допустим, там, золото выросло на 3%, а акции, допустим, упали, да, или выросли только на 1%, небольшой разрывчик, да. Ну, это все, конечно, все в совокупности надо считать. Ну, к примеру, смотрим, разрыв. Я графики тоже анализирую, но я графики анализирую в совокупности с этими фундаментальными показателями. Следующий вопрос. Антон, какая справедливая цена акций ДВМП? Уже второй год падают. Ну, ДВМП недооцененная компания. То, что она падает, ну, это все, понимаете, тут дело в риске акционерного капитала. То есть, раньше, раньше, я вам скажу, я госучастие воспринимал как плюс, а сейчас как минус. Понимаете? Почему? Вот говорят, Антон, говорят, идет, а может быть, национализация. Что ты об этом думаешь? Она что, не идет, что ли? Вы посмотрите. Берут просто, грубо говоря, компания, да, которая принадлежит государству на 50%. А 50% у миноритариев. И тут решают, типа, так, это компания, она системообразующая, нельзя отдавать в частные руки это, а забрать тоже нельзя. Как мы заберем? У нас же рыночная экономика, у нас же все честно, люди покупают, люди продают. Нельзя. Надо долю свою увеличить. Как? А давайте мы допку сделаем, допку. А что? А как мы людям объясним, что мы допку сделаем? Ведь будут, ай-яй-яй, допка это плохо. А мы возьмем вот это, на баланс поставим это. И за счет этого выпустим допку. Между собой крутят, мутят. И хоп, у государства уже 75%. Потом себя думают, блин, хорошая компания. А давайте мы сделаем 90%. Или там, допустим, как ОАК, Иркут. Так, оборонка, оборонка. Нельзя давать людям, нельзя давать людям в частные руки оборонку. Но она уже на бирже, что делать? А давайте мы в три раза сделаем допомиссию. Тогда у них будет мало, они вообще ничего. Они будут думать, что они акционеры. А у нас будет столько акций. Что будем? Блин, вот это круто, да. Или там какой-нибудь там ВТБ. Так, ВТБ. ВТБ это прям системообразующая компания. Системообразующая. Мы сейчас ей верфь дадим, судостроительную. Мы ей там банки чуть-чуть. Нельзя людям давать в частные руки много долей. Что будем делать? Давайте еще допку сделаем. Да, да, давайте. На, допку. Так. Давайте еще. Давайте. Понимаете? Понимаете, что творится? Почему я теперь уже не хочу брать компанию с госучастием? Потому что берут и отбирают просто доли. По бумагам все ровно. По бумагам все ровно. Все нормально. Чисто, шито, крыто. Вот и проблема у ДВМП. Что у него такая ситуация. Сама компания-то хорошая. Антон, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, что за бумага ВИМ-ликвидность? Наверное, вы не ВИЛ, а печатки, наверное, ВИМ-ликвидность. ВИМ-ликвидность это фонд. Я его использую. Он просто дает примерно, он дорожает примерно на 0-0,5% в день. Ну, примерно процентов там, относительно вот ключевой ставки. Примерно на ключевую ставку он дорожает. Вот. Но начисление, грубо говоря, не начисление, а у дорожания идет каждый день. Я его использую как временную парковку для денег. То есть я не вижу смысла открывать какой-то счет в банке или еще что-то, где деньги заморожены, или облигации покупать, которые примерно столько же дают. Зачем? Купил фонд и все, в любой момент взял его и продал. Без потери процентов. Часть. Хочешь на 100 тысяч продай, хочешь на 5 тысяч продай. Илан. Так что, задавайте вопросы в комментариях, какие есть. Больше информации в моем телеграм. Ссылка на телеграм будет в описании. В комментариях задавайте. Получайте ваши ответы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok